Ещё при жизни Александр Сергеевич Пушкин вдохновлял деятелей искусства и культуры. И сегодня феномен его личности объединяет людей по стране и всему миру. В честь 225-летия со дня рождения поэта в сквере у детской библиотеки образовалась квинтэссенция творчества. В рамках грантового проекта «Это твой город, это мой город» читатели учреждения, учащиеся и педагоги детской художественной школы и детской школы искусств номер два собрались на Пушкинский пленэр. Пушкин, когда писал стихи, очень часто делал такие зарисовки небольшие, как сейчас бы сказали в стиле скетча. Пушкинские скетчи, он не был, конечно, профессионалом, но даже это он делал очень талантливо, с определённым характером, где-то с юмором, где-то с лирической ноткой. И до сих пор пушкинской манере такого рисунка пытаются люди подражать. Участникам пушкинского пленэра предложили нарисовать графический рисунок «Белку у ели» из сказки о царе Салтане. Руководили процессом педагоги детской художественной школы. В фойе самой библиотеки разместили выставку одной картины Светланы Захаровой с аудиосопровождением, в котором артист Саровского драмтеатра Артём Жуков читает стихи Пушкина. Я считаю, что это прекрасное мероприятие, которое вовлекает как учащиеся художественной школы, так и детей нашего города. Мы рисовали сегодня графическую зарисовку, работали как карандашом, сначала простраивали, затем мы перешли к гелевой ручке, линеры, маркеры. По словам организаторов, главной целью пленэра было рассказать о том, какую роль играет культура люди творческих профессий в жизни города, развить творческое начало и организовать летний досуг. На пленэре также присутствовали представители Департамента культуры и искусства Сарова. Сегодня ведь не только день рождения Александра Сергеевича Пушкина, 225 лет мы празднуем. Сегодня еще и день русского языка. А вы знаете, что очень большое количество людей, которые живут в мире, разговаривают по-русски, на русском языке. И мы занимаем по рейтингу, вот те, кто говорит на русском языке, пятое место в мире. Это удивительная совершенно вещь, потому что, представляете, какое у нас большое количество. И как нам важно русский язык сберечь, как важно сберечь нашу культуру, которую мы с вами, надеюсь, очень любим, познаем каждый день. И всегда как бы удивляемся тем шедеврам, которые создают творческие люди. Елена Рогожникова также проанонсировала участникам пленэра насыщенную культурную программу на весь июнь, начиная с Пушкинского праздника в городской библиотеке имени Маяковского, заканчивая празднованием Дня города. Сарову в этом году исполняется 70 лет.